Алексей, а что мы можем увидеть на этой выставке? Какие экспонаты здесь представлены? С удовольствием расскажу вам Анастасия и всем, кто здесь присутствует, о том, что на этой выставке представлено более 100 различных фигур. И, конечно же, центральное место занимают персоны маршалов Советского Союза, среди которых есть калонеры Ордена Победы. Мы все прекрасно знаем, какие имена от Жуков и Васильевский, Рокоссовский и Конев, близкий и такой родной нашей Белоруссии и нашему Митинску маршалу Баграмян. Стоит отметить также, что само по себе звание маршала Советского Союза появилось в далеком 1935 году. И звание это получили всего лишь 36 выдающихся военных и пятеро политических деятелей. А также, Анастасия, хотелось бы сейчас спросить у вас, что же все-таки военно-историческая миниатюра? И сейчас историческая миниатюра является, конечно же, также великолепным и престижным предметом коллекционирования. Победа Советского народа в Великой Отечественной войне, который принес освобождение не только Советскому Союзу, но и и странам Западной Европы. Это, конечно же, неоценимый вклад всех людей Советского Союза, но, конечно же, мы с вами понимаем, что без должного руководства, без должного планирования детальных операций, боев, наверное, бы этой победы не состоялась. И сейчас хотелось бы сказать, начиная с экспозиции, что... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok